Куда ни кинь для Путина и его синдиката как бы везде такая черная полоса, черная, очень черная такая, слизь черная вокруг и она такая как болото затягивающая трясина. Надо как-то действовать, то есть экономики полный крах, в социальном отношении полный крах, Путин превратился вместе с этим, там типа премьер-министр у него Мишустин есть, там еще всякие Собянины и другие, так сказать, в Телепузиков они теперь в основном только по телевизору общаются со всеми другими, с Голиковым и там Поповами и всеми прочими этими всеми Гинсбургами. Так вот, получается, что боится он выйти, то страшно из бункера выйти, потому что народ его уже, ну так нельзя сказать, мягко выражаясь, не любит, а грубо говоря, так, наверное, большинство уже и ненавидит просто его режим и все прочее. Понятное дело, что Московия идет к периоду бунта, то есть там есть революционная ситуация, это однозначно вопрос, когда она созреет во всех составляющих и перейдет фазу, так сказать, революционного кризиса. Но там будет революционная война, но Пушкин называл это бунтом, суровый, беспощадный, кровавый и так далее. Он всегда так происходит. То есть к этому и Сокуров, режиссер, талантливейший человек, и Басилашвили, вот Сокуров это четко почувствовал. И он это сказал Путину про Кавказ. То есть фактически он как бы назвал самую такую точку, откуда это может начаться. Поэтому Путин понимает, что проблем очень много, что страна фактически банкрот, что страны как таковой нет, что она разваливается, что усиливаются национальные и протонациональные государства, республики, что они потребуют рано или поздно самоопределения, выхода из этой сублимации, федерации. То есть это как бы понятно. Вот. И, ну ему надо выигрывать время. Ну, как бы, есть разный, видимо, подход. Один подход, давайте захватим Украину, восстановим империю. Там вот, видишь, такой ледокол. Вот, огромный у нас самый главный ледокол. Свершения у вас все впереди, дорогой Владимир Владимирович. Вот. Ну, умные, те, которые более такие зрелые, они говорят, да подожди, у нас нет для этого сил. А тут еще Байден и все остальные говорят, да нет, если вы только попробуете сунуться на Украину, это вообще не ваша зона геополитическая и так далее. То мы просто вас так санкциями обложим, как бешеных собак. И вы просто не выдержите. Вот. И обрисовали им, что с ними сделают, понимаете. Ну и что? Ну, 175 тысяч. Ну, типа миллион, около миллиона. Там их всех там собрано вместе с обозом там и прочими всеми там структурами армии. Ну, 175 это максимум, что он может выставить. Ну, перемолотят его. Там есть мерзавцы всякие, подонки, которые говорят, что типа за полчаса там или за сколько они там до Киева дойдут. Ну, у нас тут в середине Украины еще и звание имеют. Да заберите у них звание. То они там генералами каким-то представляют. Так, сегодня генерал как тур этот себе табачник давал. В армии ни дня не служил. А там до какого-то там такого чина высокого, что Путин этот, когда Кучма узнал, что табачник там уже офицер стал такой практически выше званием, как бы чем Кучма был на тот период. Так он это типа вроде как пепельницу даже в него бросил от радости. Что такой у него, его секретарь до такого уровня дорос. Так и здесь Зеленский. Так забери у них этих генералов, да и все. Раз они такие умные, что они генералы, они получают пенсии, деньги за счет нас, украинских налогоплательщиков. И они, ну это предатель обыкновенный, это агенты Москвы. Агенты Москвы натуральные. Да никогда этого не будет. Если они нас не смогли тогда победить, когда этот пахло Азаров нас предали и Янукович отдал приказ убивать на Майдане безоружных ребят. Сколько погибло, больше сотни, небесная сотня. Если Иловайский котел организовали и прочие все потом. Это там собор, как она там, могила, это как наши побили, приказ был в окружении оставить. Ну так. И прочие места, где это все было сделано. Это ж понятно, что это предательство было. У таких генералов было предательство. Это ж все ясно. Поэтому, ну так, все не генерал, а завтра рядовой. Да и все. Но если у вас Бурба до сих пор, генерал-полковник Зеленский, вы что делаете, Ермак? Поэтому, понятно, идут серьезнейшие интенсивные переговоры. Вот этот Дон, как там, Фрид, это Фрид приехал. Ясно, что уже Зеленский же понимает, что он вылетит как пробка из бутылки, если только попробует пойти по пути предательства. И Ермак понимает, и другие понимают, и те, кто за ними стоит, понимают, что... Ну и нет Минских соглашений, это все ж кучма, ну кучма там. Кто такой кучма? Да, никто, и звать его никак сегодня. Вот, поэтому, естественно, что никто ничего этого выполнять не будет, потому что нечего выполнять. Просто нечего. Ну тогда какой вариант? То есть есть оккупированная 30% вот этой территории Луганска, двух областей. Луганска, Донецка области. Видимо, к этому созревают, и я неоднократно, и другие люди умные про это говорили. Ну если не воевать, то есть воевать же никто не хочет, это понятно. Кому хочется, чтобы война была. Когда он в ноябрь к ноябрю в Германии инфляция почти 6%, 5 с чем-то, да? Так это ж не конец, к концу года будет и 7, а норма, так это во всех же странах. Там в Греции так вообще зашкаливает, я думаю, уже и 15, наверное, или Италия то же самое. Чехия, Словакия там и другие страны, да? То есть Германия летит в экономическую какую-то уже, ну не пропасть, но в такой какой-то котлован падает. Так что еще неизвестно, что Шульцу этому удастся. Но вопрос заключается в следующем, что по нормам Европейского Союза только полтора процента должна быть инфляция. Там безработица, там же есть четко все, сколько дефицит госбюджета, рост ВВП и так далее. Все параметры по мастерским соглашениям прописаны. Есть же Копенгагенские критерии и так далее. Поэтому ЕСовские, поэтому, ну и Шенгенская же типа зона. Поэтому такая инфляция это фактически крах, это реальный крах. Но она еще больше, просто ситуация была бы вообще катастрофическая, если бы Лагард не печатала деньги и не выдавала колоссальные субсидии. И займы под нулевые проценты. Но это тоже субсидия. То есть просто раздариваются сотни миллиардов, где-то уже больше триллиона евро. Просто раздали, тупо раздали странам. Это вертолетные деньги. Это, ну штаты еще больше, конечно, раздали. Там где-то, где-то, наверное, уже 7 триллионов. Ну там они как бы, у кого больше ВВП, но они приблизительно равны по ВВП. Поэтому Европейский Союз тоже войны не надо. То есть и Путину вроде как не надо, и Кооперативу Озера не надо. И этим самым западным лидерам тоже не хочется воевать. Дай Бог всех, как говорится, уколоть, чтобы успеть. А тут еще такие атмосферные, этот погодный Армагеддон. Навстрию накрыло сейчас снегом по полной программе. Видно, и Лихтерштейн тоже, потому что Фральбех накрыло. Это у них земля там за горами, так называемая. Тут и Германию накрыло, и Францию, Испанию. Ну, короче, тут, как говорится, успеют. Вот только успевают. И опять эти земли, которые от наводнения пострадали, не успели те последствия убрать. А тут уже и гололед, и лед, и снег, и все прочее. Поэтому, ну это же все издержки, это все издержки. И Москву тут и снегом завалило, и Петроград морозами покрыло, и Норильск черная пурга. То есть это же, ну еще, это же еще не 40 градусов. Может в Москве, Петербурге быть 40, минус 40. Вот. Ну и плюс газ опять подорожал на тех самых, на фьючерсных контрактах. Спотовый рынок уже там скоро будет 1500 долларов за 1000 кубов. То есть это же безумие. И это безумие нарастает. Да тут еще Китай, весь жиженый газ этого Катара из Америки, из Соединенных Штатов скупил. Ну в общем, куда ни кинь, везде клин. И тут еще эта война с Украиной. Ну и видимо, как бы вышли на такое представление, поскольку, все-таки, слава Богу, в Украине достаточно высокий уровень национального сознания. И как бы уже видно вся пятая колонна этих крокодилов кремлевских. То уже как бы понятно, что крокодилов надо просто, ну типа, кастрировать. Вот. Хороший крокодил. Кастрированный, наверное, крокодил. Вот. И поэтому, как бы, процесс этот движется в этом плане. И Москва теряет свои позиции. Особенно после того, как ограничили Медведчука, то просто уже Путин и там все его окружение, они просто пены исходят. Там даже Дмитрий Медведев, то есть Кумовья Медведчуковский, они, конечно, очень нервничают. Они понимают, что тут раз до Медведчука и этого казака Тараса добрались, там и до Шуфрича доберутся, и до этих девочек доберутся. Там одна из них вдруг даже на политике обрисовалась. Там еще какой-то там, еще какие-то появились какие-то там, типа, так сказать, специалисты по геополитике, а сами они как бы филологию заканчивали. То есть по ночам на этих филологических машинках шьют, да, и потом нам рассказывают про то, как там, куда там, кто выйдет, там, друзья Меркель и так далее. Ну, то есть бред полный, конечно. Это вообще филологи нам рассказывают про экономику, про геополитику, еще про что-то. Ну, ты про язык рассказывай, про филологию. Своим занимайся. Пироги, это, печет пирожник, сапоги-то чает сапожник. Филолог там про правила там языковые говорит. Чего ты лезешь не в свое? Чего лезешь? Что там у тебя? Дочка такая умная, тоже там, как говорится, на кличку какую-то взяла. Совсем же, наверное, у нее другая фамилия. А он ее папа, оказывается. Да, вот интересные парадоксы. Просто супер парадоксы. Но ничего, так что левый берег, как говорится, левые берега. Все у всех левое, левое. Левое это кто от Иисуса Христа слева стоит. Ну, известно, кто стоит. Сатана стоит слева. Все, что слева, это все от сатаны. Поэтому в чем проблема, ребята? Вот так понятно, что и миллиардеры московские тоже воевать не хотят. Особенно умные. И понимают, что не выстоит. И санкции они не выдержат. Там какой-то умник начал, там какой-то эксперт, какой-то эксперт. Говорит, что ничего не будет, а SWIFT-то там Московию не отключат. Это чушь ее не отключат. Элементарно отключат. Он, читайте, смотрите, то, что Ян Бжезинский, сын Бжезинского сказал. Вот это умнейший. Я его лично знаю еще, когда он в Украине был. Очень, очень интересный и содержательный парень. Тогда был уже.